Всем доброго времени суток. Будем делать обзор на видео севки. С этими шубами ада не соскучишься. Дошла наконец-то очередь проведать имамку. Наконец-то соизволил сынок прийти и к ней. Она включила умирающего лебедя. Балыть, не знаю, то ли почка, то ли по-женски, что-то где-то ей тянет. А это всегда после праздников у людей, которые не умеют держать себя в руках, жрут все подряд, что попадается им под руки в неограниченных количествах. Обычно так и происходит. Поэтому ничего удивительного в этом нет, что у нее где-то что-то закололо. С таким питанием, как у нее, извините, это неудивительно. Севка подозревает, что почка. Может быть, трехлитровую банку огурцов сожрать, мыслимое ли дело? И ведь влезла же. Недаром говорят. Входит пудами, выходит золотниками. Вот, баба Таня, держитесь. А может быть и почка. Вот еще сейчас либо песочек, либо камешки пойдут золотые. Сколько наблюдаю за нею, она ни в чем удержу не знает. Вот если мед, так ложками, огурцы банками. Теперь ноет. Севка говорит. Я уже не знаю, где тебя и обследовать. Уже прошли все обследования. Недавно на УЗИ все было нормально. На игре не поди еще чего поела. А Коля прикрыл и не снимал, как он и обещал. А кому надо это смотреть? Такие вообще забавные они. Можно подумать, они это делают для зрителей. Нам какая разница? Это ваше здоровье. Вы сидите на одной диете, на второй, на третьей. Хоть вообще не сидите. Это ваше дело. Коля, конечно, плохой товарищ, если он на самом деле так и делает. Настоящий друг, он наоборот, зная, что будет это другу во вред, будет запрещать. Вот Севка, например. Когда прислали коробку с печеньями, Коля говорит. Ой, а можно я попробую? Он сказал, нет. Хлоп ему по руке. Нет, нельзя. А он ТВ-шку кормит и прикрывает. Ну, понятное дело, что ТВ-шка ему вообще ни разу не друг. У них с ТВ, наоборот, где-то даже конкуренция за карман Севки. Долго Севка мать навещать не стал. Ну, а кому это надо? И за дня в день. Одно и то же. Ноет, ноет, ноет. Ну, надоело ему это все. Особенно, когда он видит, что мать не старается. Она же даже не собирается держать себя в узде. Если он хоть какие-то попытки предпринимает, он задержать ее на этом свете. Как-то подлечить, наладить ее питание, режим. Она ведь ничего этого не хочет. Она хочет так. Есть все подряд. И чтобы она себя прекрасно чувствовала. А если чувствует себя плохо, пусть Севка раскачается, постарается. И сделает все возможное и невозможное, но вытащит ее, и чтобы она жила как можно дольше. Болеет, а любопытство гложет. Кому, что и сколько Севка подарил. А я что-то упустила момент, если честно. Я не могу вспомнить, а ей он что-либо дарил или нет. Вот ей везде надо свой нос сунуть. Она ему машинку подарила. Геренваген, ни больше, ни меньше. Такое ощущение, что она считает, что ее сыночек все еще в детском саду. Ну вот куда? Вот такое можно было подарить взрослому мужику. Может, тебе еще денежку подарить? Если бы хотела, сразу надо приготовить и все сразу подарить. Тебе денежку подарить? Да, давай. И что? Ну, сказал бы Севка. Хорошо, я согласен. Поплелась бы в подсобку слюнявить купюры. Сколько ей не жалко. Я вообще поражаюсь вот этой вот жадности. Еще Севка говорит, я даже не помню, я когда последний раз видел такую зависть, жадность. Да вот, далеко ходить не надо. В любое видео, включи там, где мамаша, и вот этот вот аттракцион неслыханной, просто невиданной жадности, можно увидеть неоднократно. Бабка наторговала на 5 тысяч долларов, это то, что нам озвучили, а может быть даже и больше. Это она поменяла 5 тысяч долларов, а у нее же еще в гривнах остались. И она сыночку, ну, так же, как и всем остальным, дарит какие-то конфетки, которые детям, как я уже сказала, покупают. Ну, уж кому-кому Асевке могла бы сделать нормальный подарок, а так уравняла со всеми. Не обязательно идти и что-то покупать, деньги. Я не знаю, 500 долларов, тысячу подарила бы, хотя бы предложила бы. Ну, пусть тысячу, ладно, это слишком. Пусть 500 долларов подарила бы, да даже те же 100 долларов подарила бы. Нет, даже не подумала. Когда жаба задушила сыну, который ей и несет, и везет, и прет, и тащит, ей стало жалко. Она купила простенькие, я не знаю, сколько в Украине могут стоить вот такие вот маленькие, такая коробочка вот этих конфеток. Ну, детский сад. Севка их и оставил у нее там, выходил в коридоре, бросил и пошел. Ну, а зачем ему это нужно? Он что, есть это все будет? Нет, не будет. Уже севка уходит, она вдогонку спрашивает. Ты хоть ответь маме, кому что подарил? Потом обрезка видео, и уже слышно ее голос. Хороший, да? Ну, это, видимо, про телефон Коли. Хороший, плохой, это ерунда. Это не имеет вообще никакого значения. Цену посмотрите, цену. Она еще ничего этого не видела, иначе она бы не сидела такая спокойная. Она, может быть, и предполагает, что телефон не дешевый подарок, но что до такой степени может быть не дешевым. Она даже себе и представить не может. А Юле что? Любопытная. Кошмар любопытная. А куда идешь? С Артемом? Все надо знать. Все надо знать. Все надо выспросить, вызнать. Про Эдика рассказала. Эдик позвонил, сказал, что все болеют. То Гульнас, то вот Элина. И вот так вот по кругу стоял, как статуя. Молча, молча. Ни да, ни нет, ни за, ни против, ни хорошего, ни плохого. Тишина. Всем, наверное, видом показывал фунт презрения. Неинтересно ему слушать. Ни про Эдика, ни про его жену, ни уж тем более про этих племянниц, как он сказал, недоразвитых. Оживился только, когда услышал, что он не смог до меня дозвониться. Он позвонил через Надю. Так он ревниво это произнес. Ну, как мне послышалось. Вот у всех есть на один телефон. А что тут удивительного? Потому что Надя лезет ко всем. Откуда люди берут ее телефон? Она же дает. Кэри, что-то где-то понадобилось. Ой, вы мне дайте номер телефона. Я позвоню. Мне там что-то Ирочке надо сказать. Надо спросить. Все, номерок она уже зафиксировала. К Эдику то же самое. Ой, мы там фотографировались. Татьяна Васильевна, давайте я Эдику отправлю. Ну, можно было фотографию отправить вначале на вайбер Татьяны Васильевны, а потом уже отправить Эдику. Нет. Так, неинтересно. Вы мне дайте номер Эдика. И я отправлю ему фотографию. Ну, все. Опять же таки она номер зафиксировала. Фиксировала. Ну, ты хоть не голодный был. Это она уже стала у него спрашивать на лестничной клетке. Представляете? Вот все важные вопросы она в первую очередь спросила. Кому, что, сколько он подарил. А вот то, что не нужно, ну, можно уже и там спросить. На выходе, когда он уже даже ушел. Это раньше надо было спрашивать. Как ты? Что ты готовил? Или кто-то тебе приготовил? Нет. Ну, ты хоть не голодный был. Мама позаботилась. Сама так бегом побежала к сытникам. А сын? Где? С кем? Как? Ей вообще неинтересно было. Вот, к слову сказать. Плохая Света передала еду. Как она постоянно кривит нос, когда Севка говорит. Меня Света покормила. О! Опять наигрень. Ты что, сам ничего не можешь? А она сама не могла ничего приготовить и поехать наигрень и там угостить. Где салат, любовница, шапка мономаха и прочие, которые она умеет делать? Почему не подготовилась? Потому что не хотела. На халяву. Любительница халявы. Вообще там никто в этом году, кстати, не перетрудился, кроме, скажем так, сытника. Вот они, да, им пришлось немножко посуетиться. А вот эти любители халявы поехали, как говорится, на халяву. Далее Севка поехал навестить Надю. Сидит Надя, скрестив ножки, котика гладит. Вот эти вот две страстные любительницы котиков, это я сейчас про ТВшку и про Надю. ТВшка кричала, она не такая, как Надя, у нее котик, она его не бросает, поэтому она никуда не поедет, останется караулить котика и будет встречать Новый год с ним. Смылась и думать забыла про этого котика. Я сейчас не про то, что надо сидеть 24 на 7 с питомцами. Я просто по факту об этих бабушках, что они говорили. Как они заверяли и зрителей, и себя, и Севку, что они очень любят котиков. Вот Надя, она из той же оперы. Люблю котиков, души в них не чаю. Как Севка на порог, она тут же сидит, гладит этого Сайгака, целует, сидит на приличном расстоянии от него. Аж прям пришлось ей наклониться и гладить. Если бы она на самом деле гладила кота и не услышала, что пришел Севка, она бы сидела как-то рядом с ним. Не знаю, взяла бы на руки его. Нет, услышала ключ поворачиваться в двери и тут же начала наглаживать котика. Смотри, Севка, как я его люблю. И что в итоге? Стали разговаривать, забылась, и она уже не вспоминает, что был котик и что он еще продолжает сидеть рядом. Ноль внимания на него. Абсолютный ноль. Вот стоит Севке взглянуть на кота, все, она спохватывается и тут же давай наяривать. Да, Сайгачонок, Сайгачонок. На Пусика вообще ноль внимания. Не обращает. А Масик твой как, скучает. Так, да, скучает. Так уже надоело. Домой хочу. Скривила лицо, но чтобы никто не сомневался, что она действительно хочет домой. При других обстоятельствах я бы ей поверила. Ну вот сидит женщина одна в чужом городе, в квартире, вот из-за того, что проходит лечение, реабилитацию. Ну вот если не вдаваться, да, в подробности, а вот так вот, общее, так сказать, ознакомление ситуации. Вот после операции, а где-то дома за нею скучает котик и она за ним скучает. Ну почему же она раньше так не рвалась домой? Просидит месяц, Севка везет ее на вокзал, а она нос морщит. Не хочу домой ехать. Ни о каких котиках и мыслей у нее не было. Ни разу не сказала. Ой, хочу. Нет, Севка, не могу я. Там у меня кот, и я уже за ним безумно соскучилась. Неделю за неделей просиживает. Как ни в чем не бывало. Если человек не хочет расставаться с питомцем без веских причин, то никакая сила его в мире и не заставит. Ну, Надя, конечно, это не тот человек. Как Новый год провели, Надя? Снашел у кого спрашивать. Еще у матери спросил бы. Они и провели, и встретили его более чем отлично. В карты играли, подарки получали, ели, пили. В общем, все у них было прекрасно и замечательно. Ты у сытников спроси. А, с другой стороны, а что у них спрашивать? Это дохлый номер. Все равно они правды не ответят и честно не скажут. Я немного не поняла момент. С какой стати сытники уступили свое, так сказать, брачное лоджие? Неважно, что они там на нем делают или не делают, или просто спят. Это вообще не имеет значения. Почему гостей не положить в зале? Прекрасно можно было их там расположить. Нет, они уступили свою кровать, сами ушли в зал. Сытники, в общем, как сытники. Про операцию подняли тему. Я не могу, они понять, почему прооперировали относительно здоровую Надину ногу, а не другую, которая хуже. Я не медик, но может быть потому, что сделали бы они вот эту совсем больную, а вторую, которая еще ничего, а Надя могла бы и не делать. А так она будет вынуждена, ну, та-то совсем у нее больная. Теперь хочешь, не хочешь, а нужно будет искать деньги и оперировать. Ну и в самом конце Артем, кстати, поднялся с... Самвел поднялся с Артемом к Наде, а Света осталась с Колей. Я вот уж вот этот момент немножко не поняла. Света не хотела проведать Надю. Какая была причина ей оставаться с Колей, ради чего, непонятно. Ой, а Коля, Коля, Коля какой ревнивец, боже мой. В конце уже Севка показал, как они пришли в гости к Свете, решили там продолжить празднование, так сказать, немножечко посидеть Нового года. И как-то Света присаживалась на стул, садилась, наклонилась. И Севка, ого, как ты красиво наклонилась. Света сделала вид, что она засмущалась, но при этом нужно было видеть взгляд Коли. Как он зыркнул на Севку, типа, куда ты смотришь? А Севка вот такими вот моментами, наверное, хочет показать. Ребята, вы не подумайте, что меня там Коля попросил выключить камеру. Если что, на секундочку, он всеядный. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.